У меня переломный таз весь, позвоночник ушибленный, это сотрясение мозга, я еле-еле живая. Этот перекресток улиц Максимова и Годовикова Надежда Малышева теперь старается обходить стороной. Именно здесь все и случилось рано утром 8 октября 2012 года. На зеленый свет строго шли, женщина была со мной лет 35 может быть, повыше чуть меня, у ней шаг был больше. Она вперед как-то прошла, чуть-чуть на Годовикова, на поребрике. И она успела, а меня разогнался вдруг, как стрела, вот с Годовикова летел парень. По официальной версии автомобиль двигался по улице Годовикова, резко повернул на Максимова, где развернулся в обратном направлении на скорости, влетел на поребрик, где и настиг Надежду Малышеву. Я прошу, чтобы вы откликнулись, женщины, милые, помогите, пожалуйста. Я полгода лежала, не могла встать. Свидетели происшествия нашей героине нужны для суда. Дело Надежды Малышевой рассматривали уже дважды. Районный суд решил, что водитель невиновен. Однако Верховный посчитал такие выводы неправомерными и отправил дело на новое рассмотрение. Пока суд до дела, в ГАИ от комментариев решили воздержаться. Елена Чередина, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.